Ты знаешь, Максим Рокфеллер однажды сказал очень хорошую фразу. Я могу рассказать о том, как я заработал все свои деньги, кроме того, как я заработал свой первый миллион. Вот я бы тоже хотела, чтобы у меня была такая маленькая тайна размера в миллион. Да, и ты знаешь, вот с такими же мечтательными глазами налоговые инспекторы бы тоже хотели, чтобы у тебя была такая маленькая тайна в миллион, а они потом, оп, здравствуйте, и открыли эту тайну. Ну, а если серьезно, есть несколько способов, как создать свой первый капитал, и я тебе о них чуть попозже расскажу. Ну, а пока, дамы и господа, в эфире очередной выпуск мужского тележурнала ManStyle. Генеральный партнер программы «Астория Казино». В 1854 году в жизни Луи Виттона произошло сразу два краеугольных события. Первое, он расстался с холостой жизнью и сочетался узами брака с влюбленной в талант французы-барышней. А второе, куда более интересное для нас, им был открыт первый магазин чемоданов с незамысловатым и незатейливым названием. «Луи Виттон. Кожаные чемоданы Парижа». Так началась история бренда, который стал синонимом стиля лакшери. Холдинг LVMH Group с тех пор стал владельцем более 60 престижнейших марок предметов роскоши. Казахстан стал полноправным членом клуба лакшери, потому что все-таки приход РМС, приход Луи Виттон. И мы вот в этом эпицентре, скажем, столиц моды, у нас есть своя неделя моды, да, Казахстан Fashion Week. Это, так скажем, это огромный такой торт со всеми вишенками, со всем кремом. И вот это все является таким винцом. Если ранее в основном дамы мечтали о любой вещи с заветной монограммой, инстаграм любой уважающей себя модницы украшен как минимум сумкой, то в последнее время представители сильной половины человечества весьма и весьма падки на люксовый бренд. Что, наверное, и привлекло так много именитых и состоявшихся гостей, и в уме крутились расхожие три слова. Шик, блеск, красота. Мы уже успели рассказать вам о череде роскошных розыгрышей от казино Бомбей, где, как из рога изобилия, на счастливых обладателей сыпались ключи от превосходных автомобилей марки Range Rover. И даже не приминули упомянуть о специально приглашенных гостях, как говорится, звезд отечественной и зарубежной, среди которых, кстати, не лишним будет вспомнить человека, который задает извечный вопрос. Что же такое эта самая любовь? Сегодня мы решили поделиться с вами мыслями этого человека, и нам это удалось, занять немного его времени на приятный диалог. Итак, вашему вниманию, мистер Хэдауэй. Мне очень нравится ваша страна. Алматы — очень современный город, но вместе с тем здесь еще осталось много из прошлого. А Астана — абсолютно новый, новый город, город, поражающий своей новизной. Я был в Атарау, где, кажется, очень много нефти. Нефть, 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 всюду нефть. Это удивительно. Еще я посетил несколько озер. В общем, я довольно часто бываю в Казахстане. У вас в Алматы так много хороших мест, заведений, клубов. Я был в ваших отелях и мог по-настоящему расслабиться. Меня поразила игровая зона. Это действительно здорово и впечатляюще. Насколько корректно озвучит ваш возраст? Вам ведь 49 лет. Да, мне 49. Может, раскроете секрет, как вам это удается? Да. Ведь вы совершенно не выглядите на 49. Я просто не хочу быть старым. Я в форме, у меня огромное количество положительной энергии. Я оптимист и недолюбливаю пессимистов. Я люблю заниматься спортом, я много путешествую. И чтобы быть успешным в моем бизнесе, ты всегда должен быть в форме, в отличной форме. Ты не можешь заболеть, отменить концерт. Ты должен делать то, что от тебя требуется. Сколько килограмм вы можете потерять за выступление? Все зависит от мероприятия. Если оно, что называется, на расслабоне, нисколько. Но если это мощное выступление, до 2 килограмм. Легко. А если еще и сценический костюм тяжелый, ты устаешь, как конь. И теряешь вес очень быстро. Очень быстро. У вас потрясающий своеобразный голос. Это от природы или результат упорных тренировок? От природы. Мой отец никогда не хотел, чтобы я становился певцом. Он хотел, чтобы я учился, защитил кандидатскую. Он сам был морским биологом, и вообще он из строгой семьи. Мой отец из Голландии, а мама из Тринидада. И это очень разные культуры. Одни очень серьезные, другие наоборот. Очень веселые. Но во мне это очень хорошо сочетается. Потому что я серьезен в работе, но по характеру легкий. И напоследок было бы крайне интересно узнать, какие советы вы бы дали молодым исполнителям. Все, кто хочет заниматься подобным, должны четко знать. Это бизнес. И если вы думаете, что будете хорошо петь, а кто-то услышит и откроет вас миру, вы ошибаетесь. Вы должны быть еще и деловым человеком. Вы должны иметь четкий план и стараться делать все, на что вы способны. Чтобы карабкаться по этой лестнице. Единственный человек, который поможет вам, это вы сами. Вы должны выложиться по полной. Если вы верите в Бога, если вы вообще во что-то верите, вы должны поверить в себя. Потому что если этого не случится, не случится ничего. Субтитры делал DimaTorzok Ну что же, Максим Васильевич, количество фишек обнадеживает и даже впечатляет, но, к сожалению, не знаю, как их применять. Друзья, ну если ты думаешь, что здесь есть какая-то технология, может быть, математика, может быть, что-то из области высоких чисел, то спешу тебя разочаровать. Ничего здесь этого и в помине нет. Чистый случай, благосклонность к тебе и, надеюсь, ко мне, госпожи Фортуны. И, естественно, интуиция в чистом виде. Моя, например, подсказывает мне, что надо сейчас действовать подобным образом. А к чему приведет тебя твоя, мы узнаем в самом скором. Пока же продолжается наша программа. На сегодняшний день существует огромное количество ювелирных марок. Но лишь немногим удается долго удержаться на вершине ювелирной славы. К избранным можно с уверенностью отнести бренд Шопар, который радует нас уже более 150 лет. Это непревзойденное мастерство, тонкая работа и множество интересных идей и решений. Одна из самых известных ювелирных марок в мире, и она не нуждается ни в каком представлении, показала свою выдающуюся коллекцию Red Carpet. Это те украшения, в которых блистают звезды и которые достойны звезд. Это такие, скажем, это потенциальные лоты аукциона, которые это инвестиции. И эти украшения год от года становятся дороже. И если есть желающие в нашей стране их купить, а они есть, то они сделают хорошую инвестицию. Одной из самых узнаваемых фишек марки Шопар стали бриллианты, плавающие в циферблате. Для этого понадобилась разработка и создание специального корпуса, который позволял бы жидкости находиться в непосредственной близости с часовым механизмом. Задача была успешно решена, а торговый дом Шопар стал обладателем патента на использование подобного рода технологий и владельцем очередной серии признания профессиональных заслуг. Стоит отметить, что бриллианты были не единственным украшением этих часов. Они стали целиком и полностью ювелирным изделием. Корпус часов часто пестрил драгоценными камнями. Ремешок изготавливали из ценных видов кожи разных цветов. Шопар уже отметил свой полуторавековой юбилей. Но его имя до сих пор находится на пике славы и популярности. Его надежность оценена бизнесменами и политиками всего мира. Торговый дом заслуженно обладает множеством престижных наград и премий различных выставок и конкурсов. Ювелирный и часовой бренд Шопарт – это не только показатель состоятельности. Прежде всего, это показатель вкуса и стиля его владельца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В свои неполные 30 лет этот человек добился всего, о чем, казалось бы, должен мечтать каждый мужчина. Прекрасная семья, отличная работа, еще и не одна. Биби Талибеков – президент Казахстанской ассоциации телерадиовещателей, устроитель самых громких ивентов, основатель клуба любителей Бентли и движущий элемент команды First Media Group. И, кстати, бронзовый призер рейтинга самых красивых и сексуальных паб Казахстана. Узнать его поближе и пообщаться о жизни, бизнесе, нам удалось в одном из заведений Южной столицы, где за кофе случился весьма интересный диалог. Наш мужской тележурнал продолжает серию интервью с интересными людьми и состоявшимися мужчинами. И вот сегодня очередь дошла до самого медийного, пожалуй, человека Биби Талибекова. Биби, доброго вам вечера. Спасибо огромное, что согласились на это интервью. Устаешь ли от красивой жизни? Устаешь ли от Дольче Вита? Ну, красивая жизнь, она у меня на работе, поэтому я от нее не устаю, потому что это моя работа. В обычной жизни я с удовольствием хожу на зеленый базар, покупаю там продукты, вещи, нисколько там не... Моя обычная жизнь есть обычная жизнь, как у большинства людей, а работа есть работа, что мы... Да, сегодня мы работаем над открытием Роллс-Ройса или там делаем вечеринку Бентли, что-то еще что-то, но это все работа. Поэтому и мне очень приятно, что такая работа, и вот от такой работы уставать неохота. Действительно, состоявшийся мужчина. По версии одного из запросов в самый лучший папа. Скажите, вот насколько... Ну, там не самый лучший папа. По-моему, третье место, да. Но не суть... На бронзовую медаль, наверное. Вопрос в следующем, Бент. Как при таком графике, достаточно напряженном, при таком многоотрасливом бизнесе, пускай он там даже где-то коррелируется между собой, как находится время для того, чтобы оставаться идеальным папой, идеальным мужем? Я вообще не идеальный папа и не идеальный муж. Я как бы, я еще не знаю, есть ли такие люди, потому что я бы хотел на них равняться. Но у меня хорошие родители, они мне что-то дали. И плюс жена у меня шикарная, она всегда за мной следит и старается, чтобы я более-менее правильно жил. Обратил внимание на ваши часы. Невозможно на них не обратить внимание. Я знаю, что в самом скором времени вы займетесь еще одним направлением. А конкретно, скажем так, предоставите возможность многим казахстанцам, которые заинтересованы в этом, получить возможность приобрести, ну, самые, что ни на есть, шедевральные хронографы. Часовой бизнес в том сегменте, в котором мы его открываем, он очень штучный, да, его тяжело, в принципе, рекламировать. Мы совместно с нашими партнерами из центра «Лейшн Спуст Трейдинг», которые успешно работают с премьер-группой родовая Уиллис Нарден и Угло, мы открываем, мы приводим несколько больших часовых брендов, не то что больших, а очень эксклюзивных и больших. Это Гребель Форси, Девит, Луи Моне, это еще ряд брендов. Все эти бренды находятся в тренде сейчас, и мы пытаемся ухватиться и сесть в этот тренд. Что для вас непреложные атрибуты настоящего мужчины? Ну, хотя бы три качества, может быть. Вы знаете, в современном мире самое главное качество мужчины – это репутация. И вот, касаясь издательского дела, я так понимаю, что в самом скором любители глянцевых изданий Казахстана на своих полочках будут коллекционировать еще один журнал. Можем ли мы об этом как-то подробно поговорить? Да, мы приходим в новый сегмент для себя. Мы начали с журнала «Вся Европа», мы присмотрелись к фэшн-сегменту. То есть, вы знаете, раньше мы делали журналы либо автомобильные, либо там «Лакшери», «Лайфстайл», либо такие, как «Ферст Магда». Сейчас «Ферст Мага» у нас нет. Проект был очень успешный, достаточно прибыльный, образовался своеобразный буфер. Мы думали, что делать дальше. Взяли всю Европу, журнал там выходит раз в квартал, все равно скучно. Модный, хороший, но охота еще что-то сделать. Я завтра вылетаю, сегодня даже ночью вылетаю в Париж. Мы подписываем договор с Большим издательским домом французским. И я думаю, уже в марте следующего года большой мировой журнал с большим именем, даже целых три журнала придут на казахстанский рынок. Это будет все связано с нашей компанией. Поэтому у нас большой план на следующий год, который касается как ритейла, так и издательского дела. Но по ивентам я уже не знаю, куда развиваться. Бедные, мы все там умираем круглые сутки, поэтому уже и клиентов нам не надо больше. Все нормально. Бит, спасибо вам огромное. Знаю, что у вас действительно сейчас готовится еще один шикарнейший ивент. Не будем вас задерживать. Спасибо огромное, что нашли время пообщаться с нами. Ну и до новых встреч. Спасибо вам вообще за внимание. С удовольствием смотрю вашу программу и продолжайте делать такой же качественный контент. Спасибо вам большое. Спасибо. Оказались мы на улице перед заведением СНОП не потому, что нас оттуда выгнали и не потому, что мы любим закаляться при температуре минус 2, господа, а только потому, что иначе бы вы ничего не услышали. Потому что атмосфера, которая царит там, ну просто зашкаливает. И зашкаливает она не только в сердцах и телах людей, но и в принципе в нашей аппаратуре. Так что добро пожаловать всем СНОПам. Сегодня, я думаю, здесь будет весело, жарко. Ну, во всяком случае, явно теплее, чем здесь. СНОП – человек, поведение и вкусы которого определяются стремлением не отстать от моды и постоянно придерживаться манер высшего света. Такое определение модному в последнее время слову дает составитель вышаков. Мы же, в свою очередь, можем добавить – СНОП – это еще и лакшери-бар, уникальное в своем роде заведение, что расположилось в одном из живописнейших районов Алматы. Попав в бизнес-центр Нурлы Тауне, зайти в СНОП было бы кощунством. Как минимум оценить интерьер и атмосферу, как рекомендуем мы, насладиться шикарными блюдами и невиданным уровнем сервиса. Несмотря на весь шум и гам, творящийся сегодня здесь, нам все-таки удалось улучшить несколько минуток у человека. И мы с удовольствием сейчас познакомимся. Мэри, во-первых, доброго вечера. Добрый вечер. Действительно, прекрасный вечер. Все удалось на славу. Скажите, пожалуйста, с чем была связана эта задумка присвоить лакшери-бару такое, такое достаточно, знаете ли, пафосное имя СНОП? Вы знаете, в самом начале, на самом деле, когда мы думали, как нас назвать в наше заведение, были многие предложения, то есть от наших друзей-единомышленников, как мы назовем наше заведение. И почему-то остановились именно на этом названии, но это ни в коем случае не говорит о том, что мы себя позиционируем в заведение, которое именно с основизмом встречает гостей. Это заведение открыто, широко, с распознанными объятиями для наших друзей, для всех, кого мы любим, кто нас любит, мы дорогие, кто хочет с нами пообщаться, с кем мы хотим пообщаться. Коктейльная или деловая встреча, дружеская посиделка или романтика ужина для влюбленных приобретут здесь, как кажется, оттенок высшего света. Все действительно сделано по трепетному и взыскательному вкусу настоящих СНОПов, ибо придраться даже при всем желании, которого, кстати, не возникает, и не к чему. Кто вы думаете, такой красивый с нами стоит? Да, это известный дизайнер, известная певица. Лидо, Лидо, доброго вечера вам. Здравствуйте. Рады приветствовать. Ну скажите, что вас сюда привело, в это-то заведение, а? Меня привели мои друзья, на самом деле не привели, а пригласили. Сакену, он является организатором нашего вот этого вечера, который сегодня царит. На самом деле, он мой хороший друг, он всегда мне приглашает самые крутые места. И так, пойдем, там будет круто, там столько вкусного, и так будет интересно. И я, конечно, не могла ни прийти, ни поддержать его и его компанию. Не слукавил ли Сакену? Вам все действительно понравилось? Да, конечно, конечно. Очень приятная атмосфера, на самом деле, я не люблю большие заведения, и очень маленькие в то же время не люблю. Но мне кажется, что здесь самое то, самый такой оптимальный размер, ни много, ни мало, и не тесно, что самое важное. И когда заведения огромные, в нем немного себя не уютно. Поэтому сегодня мне здесь очень нравится, и я думаю, что я приду сюда еще не один. Ну что ж, я думаю, мы с вами увидимся, ну и, конечно же, еще потанцуем. Конечно. Искушенные, успешные и изысканные явно будут чувствовать себя здесь очень и очень комфортно. Ну а нам, простым смертным, можно потренировать вкус и может даже на секунду представить себя фотоном высшего света. Вообще, следование манерам высшего света, вот эта попытка нацепить на себя маску сноба, порой очень эстетична. И вы знаете, сегодня, когда я оказался здесь внутри, мне все очень понравилось. Несмотря на то, что вызывает, конечно, некое возмущение, зачем столько много пафосов, поверьте, этот пафос оправдан. Ведь лучший, я не побоюсь этого слова, лакшери бар сноб сегодня открыл свои двери, открыл их широко, открыл их гостеприимно. Ну а там внутри очень весело, очень вкусно и очень атмосферно. Поэтому не будем мерзнуть здесь, пойдем погреемся там. Генеральный партнер программы Астория Казино Ну а что я тебе говорил? Вот так вот, собственно, и создаются маленькие тайны. Спасибо тебе большое. В очередной раз выхожу из казино Астория не только счастливая, но и богатая. Не без твоей помощи. Ну, моей помощи, моих заслуг здесь нет. Не на понюшечку, знаешь ли, а вот в адрес культурно-извлекательной комнаты Астория действительно благодарны заслуженные, потому что не только преувеличили и преумножили свои капиталы, но и получили огромное удовольствие. Ну, я надеюсь, что хоть в этот раз то мы направим на какое-то полезное дело. Не переживай, конечно, конечно. Так я и поверил. Опять бутики, бутики, бутики. Ну а что делать? Женщины, вам имя вероломство и шопинг. Вот я бы даже так сказал. Кому сейчас легко? Кому сейчас легко? Легко будет нашим телезрителям во время просмотра следующей программы Мэнстайл. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok